Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Сегодня день учителя. Я предлагаю отметить его вместе с нами и нашими гостями. У нас в студии два учителя. Преподаватели немецкого языка. Можно их показать, говоря режиссеру. В 4 гимназии Наталья Загудаева и учитель начальных классов 34 школы Алсу Юсупова. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нам, поздравляйте своих любимых учителей в прямом эфире. Звоните. Наш телефон 202 11 22. Расскажите, воспользуйтесь моментом и поздравьте вашего любимого учителя с профессиональным праздником. А я приветствую наших гостей в студии. Наталья Валерьевна и Алсу Эмитовна. Добрый вечер. И я вас поздравляю тоже с профессиональным праздником. Спасибо. Ну, наверное, сегодня были у вас уже и поздравления, приятные моменты, как обычно. Конечно, были, да. И родители поздравили ученики, и те, которых мы сейчас учим, и те, которых мы уже отучили, которые наши выпускники. То есть это очень приятно. Приятно, конечно. Скажите, пожалуйста, а как вы выбрали свою профессию? Вы всегда бы мечтали стать учителем, или были бы какие-то другие варианты? Наталья Валерьевна. Ну, сказать, что это была мечта, может быть, сначала я об этом даже не задумывалась, но сейчас анализирую, как бы исповедую свое детство. Мы же росли тогда и без компьютеров, и без интернета. Игры были у нас какие? Мы играли во врачей, продавцов, в частности, в учителей. Вот я вспоминаю, что когда была плохая погода, мы жили в квартире, где была огромная лестничная площадка, и вот в плохую погоду я вытаскивала из дома всю мебель, мы строили столы, парты, и я начинала преподавать. Уже тогда. Я была единственной девочкой во дворе, все остальные были мальчишки, но они так меня все слушались, писали и читали. Как только вы брали мелок. Да. И вот как-то, наверное, вот эта мечта стать учителем, она действительно возникла в детстве, но как-то неосознанно. А уже когда, безусловно, я пришла на практику после обучения в госуниверситете, я поняла, да, это мое. Я хочу здесь работать, и я буду здесь работать. Да, ну это очень похвально. Скажите, пожалуйста, Алсу Эмитовну, вы как выбрали свою профессию? Вы первая в семье, которая стала учителем, или уже какая-то династия есть? Вы знаете, мой дедушка был учителем и был директором школы. Я ездила всегда к ним на каникулы, и по стопам дедушки, наверное, выбрала эту профессию. Дедушка уже в 4 года научил меня читать, я погрузилась в мир книг, и мне хотелось то, о чем я читаю на странице этих книг, поделиться с другими. Поэтому я выбрала эту профессию. А вот почему начальные классы? Начальные классы, вы знаете, наверное, это те дети, которые приходят первый раз в школу, видят нас, их глаза. Они такие, знаете, наполненные интересом, очень любознательные, искренне открытые, демократичные, свободные эти дети. Сегодня пришел ко мне мой пятый А-класс, мои выпускники, а у меня сейчас первый А. Они пришли ко мне, посмотрели на моих первоклассах и сказали, представляете, Алла Сумитна, какие они у вас лапулечки. Наверное, поэтому. Я хочу сообщить, что к нам уже поступают звонки, и сейчас мы слушаем первый звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Поздравляйте, пожалуйста, вашего учителя любимого. Меня зовут Яринцева Ольга Викторовна. Я председатель столов 15-го микрорайона. Я хочу поздравить тех учителей школы номер 38 и школы номер 50, которые расположены на микрорайоне. Пожелать им здоровья, счастья, успехов во всем. И еще очень хочу поздравить мою родную тетушку. Она учитель начальных классов, но она уже давно на пенсии, но она такой учитель, что ученики до сих пор топом приезжают к ней на день рождения, на дачу, но просто всех не вмещает. Приятно. Это Бордешова Анна Ивановна. Я хочу ее тоже поздравить. Правда, я утром уже поздравила. Но сейчас через прямой эфир. И всего-сего самого доброго. Чтобы весь город услышал. Спасибо большое за ваш звонок и вам тоже всего самого хорошего. Напомню, что мы продолжаем принимать звонки с поздравлением. Вот ваша коллега, учитель начальных классов, сейчас прозвучало поздравление. Скажите, что важно, на ваш взгляд, для учителя начальных классов? Какие качества? Вы знаете, сложно, может быть, с одной стороны мне сказать, но, наверное, учитель начальных классов прежде всего должен работать сердцем. Потому что мы работаем с душой ребенка. И ребенок, пришедший впервые, мы его первые учителя. И он смотрит на нас с надеждой, верит нам, поэтому мы не можем его обмануть. Да. Кажется, этот учитель должен быть добрый, искренний, ответственный. Да, вот, наверное, добрый здесь самое главное слово, потому что, чтобы не перебить вот это желание. Да, 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 да. Учиться и так далее. Примиваем. Ну, к преподавателю иностранного языка мы еще вернемся. Сейчас примем звонок. Конечно, конечно. И продолжим. Пожалуйста, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андреева Людмила Евгеньевна, я учитель русской литературы 99-й школы. Поздравляю Алмаву и Митовну Иисусу, нашу коллегу. Она работала у нас в школе, преподавала в начальной школе. Мы очень рады тебя видеть. Спасибо огромное взаимное. Дай Бог тебе здоровья, дай Бог тебе счастья, всего-всего тебе хорошего. Мы тебя помним и любим. Я тоже вас помню, люблю. Это огромная школа. Для меня была, я работала прежде в 99-й школе, сейчас 34-й. Огромное спасибо всему коллективу, огромный привет. И в этой школе был у меня замечательный классный руководитель Спирина Нин Федоровна. Она сейчас работает в 50-й школе. Я ее люблю, уважаю, обожаю. Ей огромный привет. Да, вот Наталья Валерьевна, скажите, вот выбор немецкого языка, наверное, ваш учитель школьный мог повлиять на то, что вы стали педагогом или нет? Мог, безусловно, да. У меня был не один учитель немецкого языка. Но начнем с того, что я училась в школе с углубленным изучением иностранного языка. Да, это был немецкий. Конечно, в принципе, свою жизнь без немецкого я уже сейчас не представляю. Потому что он настолько вошел в мою не только профессиональную деятельность, но и как-то в бытовую даже. То есть мы организовываем различные проекты совместно с немцами. И вот в этом году даже у нас получилось организовать проект совместно с французами. И вот те детишки, которые приезжали к нам, они еще и жили в моей семье, так как я была еще и мамой одного из участников данного проекта. Я понимаю, что вся моя семья просто жила вот этой моей профессиональной деятельностью именно немецким языком. А второй у вас французский, как я понимаю. Нет, второй язык у нас английский. Но вот в этот раз нам удалось объединить три страны. И иностранный язык, в частности немецкий, это был язык общения. То есть это был именно инструмент общения. Очень хорошо, потому что мы привыкли к английскому, да? А здесь, когда немецкий, первым стал такой говорить. И когда недооценивают наш язык, мы очень сильно обижаемся. Ведь на самом деле в Европе каждый третий раз говорит на немецком языке. И почему английский занимает первое место, нам бывает обидно. Ну, с такими учителями, наверное, скоро переплюете. Поэтому мы, конечно, прогондируем наш иностранный язык, немецкий язык, который не менее прекрасен, чем английский язык. И открывает шикарные возможности в будущем, в профессии. Хорошо, спасибо. К нам поступил уже следующий звонок от телезрителей. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Говорите. Так. Сказали, что звонок есть. Конечно. А, пожалуйста, пожалуйста, говорите. Телевизор включил, сама Рагиса. Да-да-да, вы нас видите. Да-да-да. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Мы вас слышим. Говорите. Да-да-да. Ой, извините, пожалуйста, я не звонил. Мы хотели поздравить это Фролову, Алину Анатольевну, учитель начальных классов в лицее, технических в лицее. С днем учителя. Так. Здоровья, счастья, всего самого хорошего. Спасибо большое за звонок, за вашу отзывчивость. То есть и благодарность, это очень важные свойства для человека, воспитывать такие ментальные хорошие чувства. Вот я и хотела уточнить у вас, уделяете ли вы внимание, кроме предмета своего, таким воспитательным моментом, у вас есть какие-то цели, чисто такие человеческие, что вы женщины, матери? И вот тоже что-то передать своим ученикам вот в этом отношении. Что вам хочется вот им дать в жизни? Конечно. Во-первых, всегда мы говорим своим ученикам, что вы приходите в школу не только научиться читать, писать, решать задачи, но вы здесь научитесь общаться друг с другом, жить вместе в одной семье, сотрудничать. То есть мы готовим к жизни, и в этом нам помогают не только классные часы, это и внеурочная деятельность, которая сейчас существует, и большое разнообразие различных программ. Есть? Внеурочной деятельности, да, есть программы специальные, где мы работаем с ребятами. А вот в преподавании иностранного языка какие воспитательные моменты могут выиграть, стать выигрышными и научить чему? Ну вот я вернусь опять к нашей проектной деятельности, просто очень хороший пример. В этом году мы осуществили проект, посвященный 100-летию Первой мировой войны, которая незаслуженно забыта была у нас в обществе. И ребята на фоне той презентации, на фоне тех знаний, которые они получили, тех материалов, мы работали в архивах. Мы посещали место сражения не только в Германии, но и во Франции. И конечной нашей целью был этого проекта дать ребятам понять, что мир – это нечто само собой разумеющееся, что его действительно нужно хранить, потому что он слишком хрупок. И в конце, когда ребята представляли плоды своей работы, мы представляли их в трех странах, фраза у них была одна общая, что мы действительно поняли, что мы – жители будущего, и от нас много зависит, будет ли на Земле мир или нет. Да, ну вот это очень грандиозно. Такой непростой политической ситуации, связанной с Украиной. И действительно, ребята настолько это осознали, когда нас пригласили на телевидение в Москве, на немецкий канал. Не сразу корреспонденты поняли, что ребята русские, потому что они достойно с ними общались на иностранном языке. И когда они начали транслировать свою точку зрения по поводу Украины, ребята начали возмущаться. Сначала непонятно, что же их в этом не устраивает, до тех пор, пока они не сказали, что мы русские, и мы с этим не согласны. Они активно спорили, и дошло до того, что телеканал принес нам извинения в своей однозначной позиции того, что происходит на Украине. Вот как важно, действительно важно. Гражданская позиция, воспитание гражданской позиции. Да, в начальной школе мы начинаем. Мы стараемся продолжать уже на более глобальных темах, безусловно, таких, которые... Ну, у нас уже есть еще один звонок. Я приветствую следующего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу поздравить Забударевну Наталью Валерьевну. Так. Это ее ученица. Вот. Я хочу сказать, что она очень хорошая преподаватель. Она очень хорошо объясняет, поэтому поздравляю ее. Спасибо большое. А кто это? Вы узнали свою ученицу? Нет, по голосу не узнала. А кто это? Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Ксюша. Ксюша? А фамилия есть у Ксюши? Да, есть. А какой класс, Ксюша? Шестой. Шестой класс? Ага. Все. Наталья Валерьевна узнала. Спасибо, Ксюша, большое. Еще вот к нам поступили в течение дня. Мы собирали поздравления от наших телезрителей, но через интернет. Не могу не зачитать. Вот. Поздравляют родители учеников школы номер 90, второй Б-класс. Ольгу Сергеевну Коровченко. Спасибо, что ведете наших детей по этой сложной и увлекательной дороге знаний. Делаете их учебу интересной, помогаете справляться с трудностями, а желают вам, уважаемая Ольга Сергеевна, терпения и сил. Вот. Еще от Елены Высоцкой, 7-го В-класса, 76-й школы. Она хочет поздравить любимого учителя, классного руководителя Баскову Маргариту Станиславовну. Желает оставаться такой же красивый, добрый, любимый, молодой класс. Обещает, что не будет вас огорчать, только радовать победами и успехами. Также желаем вам здоровья, творческих успехов, счастья, семейного благополучия, всех земных благ, исполнения заветных желаний. Очень много пожеланий. Я боюсь, что не хватит времени. Мы продолжим зачитывать поздравления. Те, кто присылал в течение дня, ждите. Ну, а пока мы примем следующий звонок от телезрителя. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Я бы хотела поздравить Долфею Медовну. Спасибо. С темным учителем. Самое главное есть терпение с нашим первым мартом. Ой. Вот уже терпение. Спасибо. Всего самого хорошего, здоровья. Чтобы у вас все было хорошо с нашими детствами. Ну, и у нас, ученика, сейчас выхватит вас поздравить. Так. Послушайте. Сумитовна, я вас поздравляю, что у вас все сбылось. Здорово и счастья вам. Спасибо огромное. Узнали по голосу ученика? Вы знаете, мне хотелось бы сказать, что мне очень повезло. У меня замечательные родители в 1 мае. И у меня прекрасные дети. И мне вообще всегда везет с родителями, с детьми. Огромное спасибо. Это очень важно. Вот это взаимопонимание, взаимоуважение, которое между нами складывается. Я очень благодарна. Да. Поздравление пришло с праздником Елена Григорьевна Девяткина. Очень хороший, классный руководитель и учитель биологии. При этом школа номер 100. Елена Григорьевна, принимайте поздравления также. Вот пока не закончилось наше время, я позволю себе воспользоваться служебным положением и поздравить свою любимую учительницу Галину Семеновну Горожанкину. Это учитель русского языка и литературы 78-й школы. Галина Семеновна, дорогая, я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Спасибо вам, знаете, за что? За вашу строгость и требовательность. Желаю вам здоровья и счастья. Вот. И знаете, вот к этому уже вот хочу вот тему такую немножко затронуть. Хороший учитель, профессионал – это какой? Вот знаете, вот как определиться, вот строгий учитель хорош или тот, который вот такой вот входит в доверительные отношения, мягкий, заботливый, нежный, внимательный. Возможно, сочетать эти качества. Вот или как? Это возможно сочетать. Вот вы какую методику вот выбираете? А это зависит от ситуации, безусловно, конечно. Где-то нужно быть чуть построже, где-то, возможно, дать ребятам расслабиться на уроке. Это всегда оценится. То есть даже в течение урока может быть разным? В течение уроки может быть разным абсолютно. В течение каждой минуты можно быть совершенно разным. Но дети ведь очень чувствуют учителя. И если вот учитель дает такую вот слабинку, слабину, сколько вот не складывается отношений, да, в таких межличностных, когда вот ученики сами начинают давить на учителя. И даже вот многие разочаровываются в своей профессии, потому что не могут вот выстроить правильное отношение между вот учениками. Учитель все-таки хозяин, да, в классе. Нет, безусловно, свой авторитет нужно поддерживать. Как бы ученик должен всегда знать, что ты учитель и как бы командуешь балом ты. А вот в младших классах вы друг? Вы знаете, я хотела бы сказать, что, наверное, в начальной школе все-таки, как сказать, мы, наверное, более демократичные, более мягкие учителя, потому что у нас детки ранимые еще, только пришедшие к нам недавно из-под маминого крылышка. Поэтому мы такие вторые мамочки, которые опекаем. Вот здесь важно это тоже. Да, и знаете, в то же время, конечно, мы тоже строгие, требовательные. Это все естественно. Мне хотелось бы сказать, что, наверное, учитель в современном мире должен быть интересен. Сам. Сам по себе, как личность, должен быть интересен. Да, и постоянно развиваться, безусловно. Потому что сейчас вот век информационный. Дети, у детей есть гаджеты. То есть семилетние дети уже знают все. Они пользуются гаджетами легче, чем даже какой-то учитель. Ну, вы тоже в гаджетах, наверное, сидите. Конечно, мы тоже все знаем. И поэтому, знаете, какой-то материал, он знаком детям. Но учитель должен преподнести его с новой стороны. То есть каждый урок, это должно быть открытие для ребенка. Ему должно быть интересно. Тогда проблем не будет. Да. Принимаем следующий звонок от телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте, я это. На треволевле мне хотел бы... Так. Пожалуйста. Вот, хотел бы сказать... Вот я узнала. Сразу. Она нас такими вырастила. Мы прям большими такими молодцами. Благодаря вам. Спасибо. Вот. Поздравляю с днем учителя. Вы очень хорошо работаете. На самом деле я это отметил, наверное, за 10 лет. Вот. Спасибо, Никита. Вот так. Витя. Здоровья вам, счастья. Спасибо. Ну вот, даже не нужно было, говоришь, представлять. Да, некоторых, конечно. Ну, я работаю с ними 6 лет, с этими 10-классниками. Я путела их маленькими, когда им было всего по 6-7 лет. И вот уже мы доросли вместе до 10-го класса. Как раз именно с этими детками я участвовала в проекте. Поэтому я знаю не только их на уроке, но и какие они вне урока. И днем, и утром, и вечером. Поэтому они мне как родны. Все. Вот самое главное, наверное, для нас, когда наши ученики приходят к нам после окончания школы. Да. Вот у меня пришли ребята из армии. Они приходят, знаете, такие вот радостные, и приходят ко мне. Ой, мы так соскучились по вам, так хотели вас увидеть. И малыши вот это видят. Да. Ведь никто же их не загоняет в школу. Их никто не загоняет. Их никто не говорит, что они приходят. Да, да. И потом говорят, ребят, у вас такая хорошая учительница, слушайтесь. Они смотрят, так с любопытством. Да, очень, конечно, приятно. У нас есть следующий звонок. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Хотела бы поздравить с праздником. Как вас зовут, извините. Как вас зовут? Ну, в первую очередь, хочу отпадать своего учителя. Это Забутаева Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна, желаю вам, прежде всего, чтобы вы в своей жизни не знали бед. Счастья вам, здоровья, неутихаемой целеустремленности в жизни. Чтобы ваше антибиотическое деятельность длилось больше, чем в столетии. Ой, спасибо большое. Спасибо. Как завернуто. Неутихаемой жизнедеятельности, да? Да, это же какой-то фразеологический оборот. Научивая детей воспитываем. Молодец. Наталья Валерьевна, скажите, пожалуйста, что у вас за медаль? Потому что вот смотрю-смотрю и думаю, нужно обязательно уточнить. Да, нечасто мы красуемся своими орденами, знаками. Но сегодня, наверное, такой день, когда я имею право все-таки это сделать. Это медаль почетного работника образования Российской Федерации. В прошлом году. Сколько вы уже в профессии? 15 лет. 15 лет. Да, 15 лет в профессии. Как только я закончила госуниверситет, сразу вернулась в свою родную школу. И вот уже 15 лет на одном работе. Вернулась, вернулась в родную школу, да, потому что тянула именно туда. И выбор был сделан абсолютно верно. Я очень горжусь тем, что я работаю именно в этом заведении, потому что, конечно, у нас потрясающая гимназия с потрясающими возможностями, которые мы активно пытаемся реализовать. И немецкий язык, ну, что грех оттаить, не самый популярный предмет, так скажем, у нас в Самаре. Но в нашей гимназии он поставлен на таком уровне, что его хочется преподавать и хочется достигать все больше и больше. Да. Алсуя Митвеновна, скажите, пожалуйста, а чем приходится жертвовать ради профессии? Потому что не бывает так, что вот все легко, все хорошо, все радостно и без проблем. Вот есть и оборотная сторона медали, наверное, вот что-то. Ну, знаете, специфика профессии. С семьей, наверное. С семьей, конечно. То, что мы мало времени уделяем личной жизни своей семье, да, а не в этом плане. Знаете, я нашла выход небольшой ситуации. Так, поделитесь. Я и того, и другого ребенка устроила в свою гимназию, и сама же у них преподаю. Поэтому у меня есть возможность пять раз в неделю своего ребенка и старшего, и младшего видеть на уроке. Да, всегда как-то так. Под присмотром. Под присмотром, да, потому что действительно понимаешь, что свои дети остаются без внимания. И становится, конечно, им обиднее, когда сын был маленький, он мне так и говорил, ты чужих детей любишь больше, чем меня. Сейчас, конечно, уже взрослел и понимает, что это действительно моя работа, и я не могу иначе просто. Поэтому вот такой выход, в принципе, ситуации тоже есть. Учить своих детей самостоятельно. Да, не тратить время дома на обучение. Скажите, пожалуйста, вот один из великих сказал, что представители двух профессий обязаны любить людей. Это врачи и учителя. Ну, в вашем случае, любить детей, наверное. Детей. А вот как, в чем это выражается, что если человек хороший профессионал, знаток своего предмета и не любит детей, он что, не может работать в школе? И как вот любить детей, в чем это выражается, что это за требование? Просто не сможет работать, потому что, безусловно, наша профессия требует огромного терпения и терпимости, даже толерантности какой-то по отношению к детям. И если этого нет, если это не заложено, то человек просто сам не выдержит, он убежит. Вот. Ему будет невозможно все это как бы перенести. И здесь даже не нужно просить его покинуть место работы, но уйдет сам. Ну, понятно. То есть... А любить это... Не ошиблись. Когда говорит любить? Да, что значит любить? Любить. Такое ведь понятие растяжимое достаточно. Это, наверное, стараться не сделать ребенку больно или плохо. Вот чужому. Вот это, наверное, любить. То есть, чтобы ребенку было с тобой комфортно и ни в коем случае ему не было больно. Ой, вот это вот нужно. Душево. Душево. Вот это, наверное, есть любить, да? А не обнимать и целовать. Это немножко другая любовь. Так любить надо. Ну, да, это материнская. Материнская любовь, скорее всего. И этого достаточно... Безусловно, им дают их родители. Как бы от нас они этого не ждут, безусловно. Спасибо вам за такое вот представление о профессии. Мы принимаем следующий звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Я узнала. Во-первых, хотела поздравить всех учителей. Всех учителей. Всех, это правильно. И пожелать им всяческих благ и всего самого хорошего. И конкретнее поздравить нашу Афтунисуну. Вы знаете, мой ребенок в 2001 году первый раз пошел в первый класс. И вот этот вот человек Афтунисуна, она приняла с такой любовью, с такой бережностью, с такой трепетностью. Ну, это просто учитель от Бога. Хотелось бы ее поздравить прям от души. Крепко-крепко. Спасибо огромное. Я хочу сказать, что Ирину я очень люблю, и Валера до сих пор заезжает ко мне. Вот. Когда проезжает мимо, обязательно несколько раз в год приезжает, спрашивает, как дела, как я живу. Да, действительно, где же вот найти время, чтобы встретить всех выпускников, которые приезжают время от времени. Мы найдем время, лишь бы они приезжали и не забывали о нас. Да, ну вот это тоже очень важно. Я продолжу читать поздравления, которые к нам пришли на сайт. «Мне повезло невероятно», сообщает Анастасия Крюкова. «Главные учителя в моей жизни – прекрасные сестры Ольга Викторовна и Татьяна Викторовна. Спасибо вам, любимейшие мои, за подаренную мечту и ее исполнение. Будьте счастливы», ну и так далее. Вот, видите, подарил учитель мечту, и ученик ее исполнил. То есть вот роль учителя действительно, вот сколько людей, вот учителя дали шанс скольким людям, вот какое-то даже направление в жизни, даже к профессии, может быть, или решили какую-то ситуацию в жизни. Я даже как-то вот подсчитывала, что где-то около 20% времени ребенок проводит с учителем в школе. И вот эти 20% времени его жизни учитель ответственен. То есть в каждое мгновение, прежде чем что-то сделать или что-то сказать, я должна подумать. Потому что вот то, что я сейчас скажу, какое решение я приму, это останется в сердце ребенка. И вы знаете, не всегда ребенок, вот именно сейчас, в этот момент, он сделает так, как нужно, да. Может быть, когда-то, спустя там 10-20, когда ему будет, может быть, 30 лет, и он встанет перед выбором в какой-то ситуации, и вдруг он вспомнит вот то, о чем мы с ним говорили, или то, о чем я говорила на уроке. И вот это вот сделает... Вот слово учителя все-таки важно. Как бы мы ни говорили, что там девальвация, престижа, да, вот вообще, профессии. Но на самом деле, то, что сказал учитель, в любое время, наверное, очень важно. Мы действительно проводим с ними огромное количество вместе, даже порой больше, чем родители. Ну, так уж сложились, как бы, отношения. И они действительно к нам прислушиваются. Хотя иногда и обижаются, потому что в чем-то с нами не соглашаются. Действительно прислушиваются, порой их выбор зависит от нашего слова, от нашего решения. Да, поэтому ответственность какая огромная. Очень, да, очень ответственность, чтобы... Следующий звонок. Пожалуйста, добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Хотелось бы поздравить с таким замечательным праздником нашего талантливого педагога Коробкин Гвозди Сергеевна. То, как ее любят здесь, с каким вниманием они сидят на уроках, как они уважают этого человека, говорит о многом. Мы хотим поздравить нашего любимого учителя, пожелать творческих успехов, благодарных учеников и родителей, здоровья и всего самого-самого наилучшего. И вас как зовут? Спасибо. Меня зовут Елена. Спасибо большое, Елена, за ваш звонок. И вот такой редкий случай, что уже второй раз прозвучало поздравление за эфир одному педагогу. Первое поздравление, которое я сегодня озвучила, тоже адресовалось этому педагогу. Наталья Евтеева поздравляет всех учителей, желает им талантливых, благодарных учеников. Анна Сазонова прислала целый список учителей. Поздравляет их от всего сердца. Эта школа номер 50, к сожалению, не хватит времени. Вот Ларина Ирина Юрьевна, Светухина Наталья Петровна, Горальская Ирина Викторовна, Светловская Ирина Викторовна, Кривопуск Лариса Михайловна, Дюдина Татьяна Валентиновна, Краснова Елена Александровна, Одинцова Светлана Сергеевна. И прекрасные стихи она вам посвятила, но извините, я думаю, что приличные встречи, наверное, вот поздравление прозвучит. У нас остается буквально минутка. Вот и у меня очень коротко хочу, прошу вас ответить на вопрос, когда нужно идти в эту профессию, вот определиться, вот что нужно, чтобы в тебе было, или вот при каких вот состояниях, и вот что важно, если вот когда человек определяется, быть ему учителем или нет. Душа позовет. Понятно. Вы знаете, я тоже хотела так ответить, потому что, наверное, каждый человек делает свой выбор в свое время, в свой час, когда приходит к нему осознание, чего он хочет в этой жизни. Действительно, как-то вот приходит, и ты не понимаешь, откуда это пришло, но ты понимаешь, что ты должен это сделать. Да, и у каждого человека, наверное, есть свое предназначение. Каждый словно. Да, и вот именно учитель помогает его раскрыть, и нужно слушать, да, свою душу, вот этими прекрасными пожеланиями слушать свою душу. Мы заканчиваем наш эфир. Еще раз поздравляем всех учителей, работников образовательной сферы с вашим прекрасным днем, профессиональным праздником, днем учителя. Здоровья вам, терпения и всего самого хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!